Я буду рассказывать про тестирование DS-кода. Сам я DS-lead из одного маленького банка, чьё имя не называемый. Поехали. Для кого этот доклад? Это доклад для людей, у которых, в общем-то, модели уже есть в проде. Вот кто, у кого модели в проде? Поднимите руки. Вас как-то очень много. Вот там сейчас Асхат говорил, что-то 80% не доходит до прода. Ну, в общем, это для этих людей и, соответственно, для продоков и проджектов, которые делают так, чтобы модели в прод попадали. Я сюда добавил все ресерчеров, но вдруг и на их улице когда-нибудь праздник будет, так что... Давайте немножко поговорим про проблемы, с которыми мы сталкиваемся, когда катим модели прод. Я буду отталкиваться от кейсов, от примеров. Это, в общем, мои примеры, но я там поменял цифры, имена и все остальное. Поэтому все совпадения, как обычно, случайны. Да. Вот, значит, как-то обучили мы модель, получили вот такие скорые, там, Precision Recall на валидационной выборке, на отложенной выборке. А что мы делаем с моделью после обучения? Выбрасываем. Да. Часто бывает так. Ну, а в хорошем случае? В хорошем тоже. Ну, ладно, я стараюсь их, в общем-то, катить в прод. Ой. Катить в прод, чтобы, ну, по-настоящему узнать, какое качество показывает модель. Потому что понятно, что все эти отложенные выборки, проверки и так далее, это, в общем, довольно приблизительные цифры. Настоящий импакт модели мы узнаем только в проде. И в данном случае, ну, в общем, мы выкатили эту модель в прод, там, понабирали какие-то данные, пособирали статистику и получили вот такие цифры. В общем, ну, то есть, качество у нас сильно упало. Я такой думаю, ну, не могли же мы так облажаться. Там какая-то точная ошибка. Собрал снова данные, пересчитал и получил вот такие цифры. Да, вот теперь все точно. Да. Что случилось? Да, еще забыл. Вот тут дело в том, что мы не одни. Мы всегда приходим в место, где обычно все уже работает, и нас приглашают, чтобы сделать еще лучше. То есть, это всякие, там, рядом с нами работают инженеры, программисты, админы, девопсы и так далее, и они всегда на нас так смотрят, ну, давайте, покажите класс. А вот мы показали класс, и они такие, ну, молодцы, дата-соединительные. Да. Ну, есть идея, что случилось? Фиговая обучающая выборка. Ну, может быть, да. Еще? Боевые данные плохие. Отлично. Еще? Что поменяли? Процессы. Точный вариант. Еще? Ну, я вот не услышал только один из частых, что еще бывает. Может, кто-нибудь сообразит? Во, переобучили модель. Так? Да, действительно, чаще всего это какие-то ошибки в коде, либо переобучение. Ошибки в коде, ну, у них две причины. Первая, значит, ну, как часто бывает, мы, там, код предобработки переписываем для прода, потому что то, что накодили дата-соентисты, это прода не годится. И, соответственно, в процессе переписывания мы немножко накосячили. А второе, это вообще общая боль, потому что почти всегда байплайн, через который мы получаем тренировочную выборку, и байплайн вроде отличается. И там где-то что-то рассудится. С переобучением, ну, в общем, тут две причины, и выглядит это не так. Либо он, ну, ДС, дата-соентист, который у него модель, недостаточно компетентен, либо избыточен. В первом случае нужно показать ему Google, а во втором вот эту картинку. Ну, и попросить так не делать больше. В данном конкретном случае, в примере, мы сделали, в общем, простую вещь. Мы заменили Pandas. Pandas, это, ну, кто не знает, библиотека в Китоне для работы с данными, на NumPy. На первый взгляд, изменения безобидны, потому что Pandas под капотом использует NumPy, там, авторы у библиотеки одни, ну, в общем, все должно пойти. Было нормально, но нет. Вот я сейчас покажу, что не так было. Ну, это просто синтетический пример. Я, там, вот это, там, с точки 3, это стандартное отклонение, которое считает Pandas, а внизу NumPy. Ну, в общем, если на них посмотреть, они отличаются в четвертом знаке. Это такое неочевидное отличие. Вообще выясняется, что на самом деле они считают стандартное отклонение по-разному, потому что Pandas считает по формуле несмещенной, а NumPy по умолчанию считает посмещенной. Если ему добавить параметр, то он тоже будет, в общем, по несмещенной считать. Неочевидная проблема была, на самом деле. То есть, если описать вот такой класс проблем, то можем описать так, что модель при выкатке в прод сразу же показывает плохое качество. Вот такое встречается. Кейс номер 2. Ну, мы, как обычно, обучили модель, получили на отложенной выборке какие-то скоры, выкатили ее в прод, подождали, а бизнес такой, ну, давайте уже покажите, да, мы хотим больше денег. И получили вот такие цифры на модельке в проде. Я бы сказал, что мы не сильно облажались. Ну, в общем, как? А? Ну, в рублях посчитать это еще сложнее. Ну, да, качество упало, но, в общем, довольно достойное. И тут эти ребята. Говорят, ребят, у вас все хорошо, только у вас 5% запросов, кончается ошибка. Ну, я такой думаю, а что такое-то? Прихожу к дата-сайентисту, такой, ну, спрашиваю, ты же все проверил, все нормально. Ну, такой. Да, я люблю старые мемы в плохом качестве, так что, извините, в плохом разрешении. А он такой говорит, ну, я все проверил, у меня все работало на моей машине. Есть идея, в чем могла быть проблема? Разные версии в облете, да, бывает. Ну, в данном случае, ну, то есть, вот там два причина проблем, значит, ошибка в коде, либо тренировочная выборка нерепрезентативна. В данном случае их было, ну, одновременно обе причины. Там появились, на праве появились данные, которые в обучающей выборке не встречались. Как это произошло? Там была моделька, которая считала всякие штуки по истории операций, и одна светлая голова, которая, там, готовила тренировочную выборку, решила, что давайте представим все данные в виде плоской таблицы, где есть, значит, каждая строчка, это что-то про пользователя и что-то про операцию. Соответственно, один пользователь, много строчек. Теперь, там, фичи считали, всякие статистики, и они нормировались на длинную историю. Что случилось? Ну, есть пользователи, у которых истории нет. Их фичи посчитали и разделили на длину историю. И получили деление на ноль. Класс проблем, модели иногда выдают ошибки, которые вообще-то выдавать не должны, мы должны были их отловить заранее. Ну, и там, вот у нас, как говорится, в эскадроне случай был. Боль номер три. Как обычно, обучили модель, катим ее впрод, собираем статистику, получаем числа. Я бы тут сказал, тут вообще все хорошо. Мы большие молодцы, где наша большая премия? Но тут, как обычно, вылазят ребята и говорят, слушайте, у вас модель тормозит. Я такой, ну, либо данные, либо не было. Мне дают данные, я когда-то сайтист строил распределение, смотрю на него так. Слушайте, ну что, нормальное такое, нормальное распределение, чему вам надо от нас? Они так говорят, да все нормально, только у вас ССЛИ 200 миллисекунд. Ну, окей. Я спрашиваю, да-то сайтиста ты тестировал? Да. Все нормально? Да. А эти ребята такие, ха-ха-ха-ха-ха. А тот сайтист такой, ну, у меня все работало. Идея. Разные машины. Разные машины, да, это тоже важно. Кто-то умрет? А, кто-то врет? Не совсем. В данном случае неправильно по мере производительности. Я покажу, как он померил, если вы догадаетесь, будет здорово, чем ошибка. Это синтетический пример, но он идею иллюстрирует. То есть, у него была какая-то тренировочная выборка, он посчитал, сколько на этой выборке занимает получение ответов модели, и разделил на количество сэмплов в этой выборке. Все нормально сделано? Короче, вы имеете в виду, что только от гиги. Ну, представьте, что это занимает несколько минут. Это просто тестовый пример. Что-что? Нагрузка не... Вот, вы правы, на самом деле, потому что вот так он посчитал, грубо говоря, для миллиона примеров, посчитал, как там, пандас, типа, для всех сразу посчитал фичи, потом, значит, как моделька для всех сразу посчитала предикшены, а на самом деле нагрузка в про не выглядит по-другому. Там приходит запрос про одного пользователя, нужно посчитать фичи, получить предикшены, отправить ответ. Вот я тут для иллюстрации написал разницу. Ну, то есть, она здесь довольно сильная, потому что, ну, там, племена маленькие и так далее, но разница может быть запросто на порядок. То есть, посчитать один раз для миллиона сильно быстрее, чем миллион раз для одного. Ну, мне казалось, это очевидной мысль, а на него нет. Да, ну и вот проблема, с которой мы сталкиваемся, это просто пример, что наши модели медленно работают. Вообще, наша работа не в том, чтобы делать модели, данные с элементами и так далее, а в том, чтобы пользу бизнесу приносить. И вот из-за таких проблем мы этого не делаем, а мы очень дорогие ребята, просто еще железо много жрем, и, в общем, ну, возникает вопрос, может нам уволиться? Или нас уволить? Да, вот чтобы этого не было, нужно контролировать качество. Качество, как известно в Software Development, должно контролироваться на многих уровнях. Это и качество данных, и качество моделей, качество кода, качество инфраструктуры, ну, и качество людей, конечно. В данном случае я буду говорить про качество кода. И про качественный код я имею в виду вот этот. То есть, он работает с стабильной, корректной, с необходимой скоростью, ну, или, по-простому говоря, что за него не очень стыдно перед разработчиками. Я не буду говорить про красоту, там, и такие вещи, это вообще отдельная история. Еще пару слов про то, как у нас обычно устроен backline в проде. То есть, это, ну, я старался максимально полным, он написал, то есть, мы получили какой-то запрос, мы собрали какие-то данные, возможно, из внешних источников, мы их провалидировали в случае классического MLM, мы нагенерировали фич, в случае дипленинга, там, аргументации, там, какие-нибудь преобразования, там, и так далее. Вызвали модельку, просто обработали ответы, отправили ответы. Вот это полный пайплайн. Вопрос, а чего может мне быть? Какой самый короткий пайплайн, который в проде бывает? Какой, ну, что тут можно выкинуть, чего не бывает? Что? Только первый и последний. Интересная версия. Еще? Только первый? А может мы с вами потом поговорим, я хочу увидеть это, когда только первый. Да, ну, понятно, не бывает, ну, то есть, очень часто не бывает с обработки ответа модели, не бывает сбора данных, когда мы все данные в запросе получаем. Соответственно, ну, там, валидация данных не нужна. Ну, казалось бы, в общем, вот самый короткий пайплайн. Мы получили запрос, там все данные есть, мы вызвали модель, отправили ответ. Но мне однажды коллеги показали модель, которая работает в проде, ну, как штука, которая работает в проде, которая, типа, модель, но модели внутри нет. То есть, самый короткий пайплайн, получили запрос и выплюнули ответом куда-то какую-то цифру. Но вообще есть кейсы, когда мы и запрос не получаем, то есть, например, по таймеру нам нужно выдавать дороже какое-то число. Поэтому самый короткий пайплайн такой, это черный ящик, который выплевывает цифры. И это до сих пор может быть ML-моделька. Да, еще важное замечание по дизайну архитектуры. Вот если у вас есть этап сбора данных, то сбор данных и, собственно, генерацию фич визов модели лучше разделить на два компонента, два микросервиса. По двум причинам. Первый, сбор данных обычно в проде и трейне. В проде и трейне отличаются, поэтому, например, в проде его часто переписывают даже другие люди. А вторая причина. Такую архитектуру сильно проще тестировать, потому что для обращения к генерации фич визов модели нужно технологическое специальное отверстие. И лучше бы оно естественным образом появилось, если не пришлось его искусственно делать. Что мы покрываем тестами? Покрываем тестами в основном, ну, чаще всего, вот эти этапы. Получение отправки запроса тоже, конечно, можно, но обычно там багов нет. То есть, прежде всего, мы сосредотачиваемся вот на этих этапах. Я расскажу про пять подходов к тестированию. К сожалению, десы плохо умеют в тесты, и каждый из этих подходов будет вызывать у них все более увеличивающий уровень боли. Вот чтобы этот уровень боли показать, я такие вот иконки нарисовал, чтобы было понятно. Уровень первый – это смок-тесты. Смок-тесты вообще пришли к нам из софтвера, туда они пришли из радиотехники. Идея такая, что если мы собрали какую-то схему, мы можем воткнуть в нее электричество, и если она не задымилась, ну, наверное, хоть что-то работает. Если задымилась, ну, дальше можно даже не проверять. И здесь примерно такая же история. Мы в процессе обучения модели берем какую-то выборку с трейнером, прогоняем на ней модель, сохраняем ответы, а закидываем ее на стейджевую, ну, на стейдж, то есть в тестовую среду. И, кстати, это даже можно делать в проде, но если ничего не говорите, что я вам про это сказал, это плохая идея. И уже потом каким-то автоматизированным агентом на базе этой выборки проверяем реальные ответы модели на стейджи или в проде. В чем достоинство этой истории? Они ловят, удивительно, да, то есть это очень простая штука – сохранить выборку, сохранить ответы, проверить, что все точно так же на стейджи и на проде. Но при этом они ловят большинство проблем с кодом, переписанным для порода, с генерацией фич и с кодом постопроботки ответа. Они очень простые в реализации, они не зависят от деталей реализации моделей, подготовки фича. И для их реализации, в общем-то, не нужен дата-сайдист, с него достаточно такую выборку получить. Это можно сделать критерием приемки модели и их легко автоматизировать. Недостаток один – как часто бывает, мы иногда при тех же входах получаем разные ответы от наших моделей. Это либо, если это классический аналит, там не зафиксировано рандом-сит, либо у нас нейросети, там вообще все больно. Лечить это отчасти можно, ну, понятно, фиксировать их сит. Возможно, иногда стоит фиксировать его перед каждым запросом, чтобы не зависеть от порядка запросов. Ну, для нейросетей там можно подергать всякие рычажочки, и, возможно, она будет отдавать, она в санне детерминированную. Это не точно, потому что там интернет полон боли о том, что почему я подаю входы в нейросети, получаю разные выходы. Второй уровень тестов, я называю их варианты. Вот все названия, которые я тут говорю, кроме смут-тестов, это вообще мои придумки. Они не общепотребимы. Он базируется на следующей идее. Если у нас все нормально, то в целом фича у нас имеет какие-то распределения. Но распределение контролировать довольно сложно, хотя и можно. Но что мы можем точно сказать, что фичи находятся в каких-то границах. То есть, например, если у нас фича возраст, то вряд ли она больше 120 и меньше 0. Ну, или, например, если у нас там ресурс для взрослых, вряд ли она там меньше 16. Ну, потому что, типа, он не должен был прийти. И то же самое можно в случае регрессии сказать про ответы. Если, например, мы определяем высчитываем LTV, и в среднем у нас она там 10-20 тысяч. Но если нам моделька покажет 200, это еще что-то странное. Соответственно, как это работает? В обучении модели, при обучении модели мы высчитываем, какие границы должны быть у фичи и у предсказания модели. Отдаем эти границы вместе с моделью stage and prod, и автоматически там проверять. Эти границы можно найти двумя способами. Есть правильно, это используя мозг, это убрать выбросы, посмотреть на распределение, руками подобрать их. Но можно, в принципе, это сделать автоматически. То есть, взять просто часть байплайна подготовки модели, сделать определение границ фичи, умножать их на какой-то множитель, чтобы более-менее точно попадать. И использовать. Контролировать их нужно двумя способами. Их нужно жестко контролировать при обучении модели, чтобы, если вдруг даже в тренировочной выборке есть какие-то данные, которые в эти границы не помещаются, и эти выбросы, если это выбросы, они должны были бы быть вычищены. Нужно дата-соентисту жестко дать память. Ты что-то неправильно сделал, у тебя границы в длины неправильно, правь. А впротив, нужно делать мягко, нужно лагировать, чтобы что-то произошло, и возвращать, я называю его ответ по умолчанию, ну, это простая идея. Мы, как правило, работаем с системами, которые уже что-то без нас делают хорошо. И у нас почти всегда есть какой-то ответ по умолчанию, который является безопасным. Ну, например, какие-то стабы, стандартные способы что-то посчитать и найти без знания. Вот можно возвращать его, а наш невозвращенный ответ залагировать, чтобы потом разбираться, что случилось. Такие тесты хорошо ловят проблемы в процессах предупработки данных. Они довольно легко автоматизируются. Третий пункт мой любимый, потому что из-за них вы начинаете узнавать много нового про свой прод. Вы начинаете узнавать, что у вас в модели приходят какие-то очень странные данные, которых там не должно быть. И еще, ну, что с нашими моделями, которые работают в проде, бывает со временем? Что? Не, ну, она уже обучена. Они постепенно деградируют, потому что природа процессов, которые генерируют данные, со временем меняется. Соответственно, нам нужно регулярно, повторно обучать модели, чтобы нагонять. И вот это деградирование, вот такие тесты довольно хорошо показывают. То есть, вообще говоря, ориентируясь на красные флажочки, на количество красных флажочков от таких штук, можно увидеть, насколько деградирует ваша модель. Ну, уменьшают ошибки модели. Действительно, если ответ какой-то нерационально большой модели, не должен быть такой моему, если мы возвращаем ответ по умолчанию и при этом лагируем и разбираемся, что у нас произошло. Ну и реализация недовольного нормального усилия, тест больших людей не требует. Все, что нужно сделать дейсеру, это поместить, ну, иметь какой-то метод, который, значит, период фич возвращает предикшн, нужно повесить на него вот такой вот декоратор. Я тут этот битонский, я надеюсь, тут фанатов AR нет. Ну, работает он примерно так, этот декоратор, то есть, а кто битон умеет читать? О, тогда я расскажу. Ну, то есть, он просто, мы впрочем устанавливаем переменную окружение, он работает в режиме, правда, в трейдни установленную другую. Соответственно, он определяет… Нет, не работает. Он определяет, в каком мы режиме, и, соответственно, вот эти два метода, check features invariants и check prediction invariants, они в случае трейда кидают ассенты, в случае порода лагируют и возвращают, если все плохо, возвращают что-нибудь нормальное. Недостатки. Если трейдинг не репрезентативен, то мы, в общем, научимся, ну, вот эти границы найдем плохие, и это будет, в общем, нам очень больно. И, соответственно, вот это первый тест, ну, первый подход тестирования, где нужно довольно плотное сотрудничество со стороны дресса, если они не хотят дата-сэнтистов, если они не хотят, ну, это не будет работать. Третий уровень, да, вот тут чувак уже напрягается, все дальше будет веселее. Третий уровень сосредоточен на двух вещах. Первый – это тесты, которые позволяют убедиться, что при выкатке новых версий моделей мы не накосячим. То есть у нас уже есть какая-то модель, она впроде работает, вот нам нужно инкрементально ее улучшать. Вот все последующие уровни – это про то, чтобы не накосячить в этом месте. И он сосредоточивается на самом вага-опасном коде. В случае, там, классического амалия – это генерация фича, это код, который чаще всего меняется. Ну, там, мы новые фичи делаем, проверяем гипотезы и так далее. В чем новая идея? Здесь код, ну, в словах я расскажу. Мы у текущей версии модели берем какую-то выборку тестовую, генерируем для нее фичи и сохраняем. Когда мы выкатили следующую версию модели, мы на ее коде проверяем, что те же самые фичи, посчитанные на те же самые данные, не изменились. Простая очень идея. Легко автоматизируемая. Ну, тут просто пример. А здесь клоус, потому что, если кто не знает флоу, то нельзя напрямую среду сравнивать. Это плохо получится. Достоинства. Абсолютно стандартная задача, для которой все есть инструменты. Bytest, CST, Jenkins, TipCity – все, что вы любите. И они хорошо проверяют, что мы не накосячили при выкатке новой версии генерации фич. Понятно, что они проверяют только неизменность фич, которые остались. То есть, ну, для новых фич они ничего не проверяют, и старые, которые отвалились, они тоже не проверяют. Недостатки. Их нужно писать тестерам, и их нужно поддерживать. Это занимает, в общем, время и усилия. Тут мы переходим к четвертому уровню. Это так называемый модульный тест. Вообще, интересно, что так как мы в Data Science, в прикладном, постоянно тащим все, что полу не приколочено из разработки, то, когда возникают проблемы с качеством, и все думают, а что же делать? Все говорят, о, разработчики пишут модульный тест, давайте писать модульный тест. Вот у меня только четвертый уровень, и позже понятно будет, почему. На этом уровне мы сосредотачиваемся на коде предобработки генерации фич. И проверяем, что при выкатке новых версий мы там ничего не поломали. Это стандартные разработческие модульные тесты. Пишем их точно так же, как пишет их разработка. Значит, все у нас должно быть разбито на небольшие кусочки функции, каждая со смыслной функциональностью. Один шаг работы, одна функция. Подаем какой-то вход, проверяем, чтобы получили правильный выход. Обязательно проверять какие-то крайние случаи по входам. Но вот это все знания, которые есть в разработке про модульный тест. И функции теста должны быть короткие. Пример. Вот этот пример я выдрал прямо из своего живого проекта, этот модульный тест написал к журнеру. Он очень простой и понятный. Вот примерно так и не должен выглядеть. Кто может понять, что он проверяет? Ладно, сложный вопрос. Есть функция Find Passes, она говорит true, если там в данных есть пропуск. Он, ну, пропуск, он нули считает пропусками. Он создает DataFrame с нулями, со всеми нулями. И ждет, что про него скажут, что да, там есть пропуск. Какие достоинства? Это абсолютно стандартная разработческая задача. И про нее есть куча инструментов и десятилетия опыта разработки. Это крайне способуется повышению качества кода. Это интересный эффект, потому что если вы там сами Data Scientist, либо работаете с кодом Data Scientist, то они любят писать код, вот такую, знаете, одну функцию, 15 параметров, и потом, значит, три экрана вот таких вот кода. Вот такой код невозможно тестировать модульными тестами. Это просто нереально. Поэтому, когда ему нужно написать модульный тест, он, кроме взносов, вынужден делить его на какие-то отдельные функции, на отдельные шаги и их проверять. Это сильно повышает качество кода. Также это повышает уровень повторного использования кода, потому что, опять же, вот, например, ему нужно решить задачу. Где-то там в репозитории лежит какой-то код, который там решает какую-то задачу. Ну, зачем он мне нужен? Я лучше сам напишу, я же хороший. Все правильно сделал. Но как только он подумает, что на этот код ему нужно будет написать модульный тест, то он тут же пойдет, возьмет старый, потому что у него модульный тест тоже есть. Ну и помогает найти неожиданное баги. Я довольно часто ревьюю Data Scientist код. Я бы, наверное, хотел, чтобы я ревьюил очень хорошо. Он находился в проблеме, но так не работает. И я очень наблюдаю, что когда я поревьюил, еще кто-то поревьюил. А потом начинаем писать тесты и находим какие-то новые баги. Недостатки. Ну, это трудозатратные. Для опытных команд это 10-20% времени. Для неопытных даже до 50% времени можно потратить на тесты. Готов ли к этому ваш бизнес, я даже не буду спрашивать. Ну и не хрупкие. Если какой-то серьезный рефракторинг кода идет, к сожалению, тесты идут лесом. Самая главная проблема с модульными тестами, то, что тесты их не любят, не умеют и не понимают. Решить ее можно немножко сайтистски по-менеджерски двумя способами. Первый. Сделать наличие модульных тестов в частью definition of the end задачи. То есть, если модульных тестов нет, то задача не будет. Извини, дорогой тест-сайентист, мы тебя любим, ты молодец, очень умный, но нужно написать вот такие проявления. Еще такой небольшой хак в игровой форме. Можно на какую-то большую важную задачу натравить несколько тест-сайентистов и попросить их, типа, «Найди косяк у товарища». Напиши тесты на код товарища. Да. Мы дошли до уровня 5, самой тяжелой игры. И тестируем мы самую непонятную сложную штуку, это, собственно, саму модель. То есть, мы тестируем, что при выкатке новой модели мы ничего не накосячим. Вообще, существует вагон маленькая тележка тестирования моделей, все они очень наукаемкие. Непонятно, как и зачем работает. В общем, непонятно, что с ними делать. Есть один способ, который лично мне нравится. Ну, я про него расскажу. То есть, мы проверяем, что при выкатке новой именно модели эта модель не изменилась радикально. Идея, которая за этим стоит, это такое применение правила Парета для обучения моделей. Если мы выкатили первые несколько версий моделей, скорее всего, большую часть сигнала мы уже вытянули. Вряд ли модель при следующей итерации, при проверке следующей гипотезы радикально изменится, радикально улучшится. Маловероятно. И на базе этого мы делаем такой тест. Я называю его тест на порядочность, но это такое шутливое, дурацкое название. Что мы делаем? Мы берем троин, берем для этого троина предсказания. Разбиваем здесь диапазон предсказаний на какие-то пакеты и выбираем несколько штук предсказаний из каждого пакета. Ну, например, 5 или 10. Сохраняем, соответственно, входы предсказания. При выкатке новой тестовой модели мы для каждой новой версии модели, мы повторяем это же упражнение для новой версии модели и сравниваем, сколько предсказаний поменялись листами. То есть сравниваем новое со старым. И если количество вот этих перепрыгиваний предсказаний, изменений мест предсказаний выше какого-то порога, то мы дергаем стоп-кран и говорим, что, ребят, модель сильно изменилась. Мы точно понимаем, почему это произошло. Если нет, давайте разбираться. Такие тесты, да, они, собственно, и направлены на то, чтобы ловить сколькообразные изменения модели, которые нужно уметь объяснять. Они ловят баги почти везде, в листах связанных с обучением модели. Это генерация финчи, сам какого-то обучения, и их можно автоматизировать. У них есть недостатки. Недостаток первый. Нужно подбирать порог. Недостаток второй. Иногда они стабильны. И самое главное, они могут задерживать релиз. То есть, можно, например, получить странное, неожиданное, сколькообразное изменение модели, отправить разбираться дата-сайтисты, и он идет туда на неделю. Ждать неделю, не выпускать релиз, это такая сомнительная история. Да, ну и последний пункт, про который хотелось бы поговорить, это про тестирование производительности. Есть довольно много способов тестировать производительность при обучении модели, тестировать весь код, на стейджи и так далее. Но у меня для вас есть странный совет. Тестируйте производительность на фроне. Это самый простой, эффективный способ. Как это можно сделать? Ну, первое, что нужно сделать, это сделать время ответа модели. То есть, например, модель отвечает за 200 плюс код, за 10 плюс код и так далее. Метрика, если идти за него онлайн. Самый лучший способ, собственно, бороться с проблемами производительности звучит так. Чувак, вот у нас есть какая-то штука, если мы за СЛА не ответили, ну извини, ну придумать через сам. Ну не смогли бы. Скорее всего, он вернет какой-то ответ по умолчанию и все будет нормально. Самый лучший, потому что от нас ничего вообще не требуется. Ну, мы, конечно, на него сразу получаем известную братную связь. Ну и что? Второй способ, это поставить между клиентом и нашей моделью некие прокси. Если, например, ну прокси делает простую штуку. Она отправляет запрос в модель и засекает таймер. Если она за нужное время не ответила, она просто возвращает ответ по умолчанию, логирует проблему и все. Причем, что хорошо, если, например, у вас модель доступна по какому-нибудь REST API, то этот прокси даже писать не надо. Можно настроить какой-то Nginx, H-прокси и все будет хорошо работать. Ну и есть для не сильно высоконагруженных моделей вот такой способ. Я бы, честно говоря, не очень рекомендовал использовать. Можно прямо в самом коде модели запускать новую нить, расчет в ней. Если она не закончила работу в нужное время, самим отвечать ответом по умолчанию, они пристреливают. Но это все не выжигает серьезной нагрузкой. Ну, не всегда у нас большая нагрузка есть, нормально. Вот. Ну и про производительность. Если вы пользуетесь питомовским стеком и у вас что-то тормозит, попробуйте заменить Pandas на NumPy. Иногда скорость возрастает в несколько раз. Вот. Ну, помните про кейс номер один? Там бывают проблемы. Вот. Ну и, итого, я как-то вот выстроил пять уровней тестирования по мере того, как вам придется напрягать и учить своих дата-сайтистов. Тесты — это хорошо, но внедрять их нужно потихоньку, чтобы им было не очень больно. Ну, как мы знаем, да, то есть игрушку нужно кипятить медленно, чтобы она не выпрыгнула. Вот с дата-сайтистами точно так же. У меня все. Спасибо. Так, спасибо.